СИРА Сказанные им слова, его нрав, а также его жизнеописание. Вражда и безопасность Провокации Мусульмане основали и начали постепенно развивать в Медине новое исламское общество. Это не могло не волновать язычников Мекки. Они решили пойти на провокации с целью уничтожить последователей новой религии раз и навсегда. Многобожники отправили жителям Медины письмо, в котором призвали изгнать мусульман из города. В противном случае идолопоклонники пообещали напасть на Медину и стереть ее с лица земли. Язычники Медины начали готовиться выступить против мусульман. Однако, благодаря мудрым словам и великой силе убеждения пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, они отступили от изначального плана воевать. Наряду с этим курейшиты пытались стравить иудеев Медины с мусульманами. Кроме того, озлобленные многобожники Мекки запретили посещать Кабу не только переселившимся мусульманам, но и ансарам Медины. Военные походы Учитывая исходящую от язычников угрозу, мусульмане принимали исчерпывающие меры безопасности. Особое внимание было уделено охране, даже по ночам сподвижники держали при себе оружие. После того, как Аллах разрешил пророку Мухаммеду, да благословит его Аллах и приветствует, вести боевые действия, посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, начал готовить разведчиков и отдельные военные отряды. Это делалось для обеспечения безопасности Медины и в целях распространения ислама среди людей. Первый подобный военный отряд, состоящий из 30 человек во главе с Хамзой ибн Абдуль Муталибом, дядей пророка, мир ему и благословение Аллаха, выступил в поход в месяц Рамазан, первого года хиджры, чтобы преградить путь возвращавшемуся из Шама торговому каравану курайшитов. С этим караваном шло 300 человек, в том числе и Абу-Джахль. Однако стороны не вступили в сражение. После похода в Рамазан очередной поход был совершен в месяце Шаваль, первого года хиджры. 60 всадников из числа мухаджиров встретили караван Абу-Суфьяна, с которым находилось 200 человек. Они обстреляли друг друга из луков, но до боя дело не дошло. В месяце Сафар, второго года хиджры, во главе 70 воинов, в основном из числа мухаджиров, выступил сам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Цель похода состояла в захвате каравана курайшитов, но в пути мусульмане, так никого и не встретив, вернулись. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, еще несколько раз предпринимал военные походы с целью продемонстрировать силу мусульман, а также для заключения мирного соглашения с соседствующими племенами. Изменение направления Кыблы В месяце Шабан второго года хиджры Аллах Всевышний велел изменить направление Кыблы с Иерусалима на Мекку. Именно с этого времени мусульмане начали молиться, обращая свой взор в сторону Мекки, а не Иерусалима. Битва при Бадре Битва при Бадре была первым решающим сражение между мусульманами и язычниками. Причиной битвы стало решение мусульман захватить караван курайшитов, следовавший из Сирии. В военный поход выступило 300 человек. Они не придавали большого значения этому походу и не были полностью готовы к нему. У мусульман было всего две лошади и 70 верблюдов. Посланник Аллаха, милостимое благословение Всевышнего, вместе со своим войском направился к местности Бадр. Бадр – территория на расстоянии 250 километров в юго-западном направлении от Медины. Окруженная высокими горами и имеющая множество колодцев и финиковых деревьев, местность Бадр являлась перевалочным пунктом для караванов. Стоимость товаров, нагруженных на тысячи верблюдов, в караване курайшитов составляла не менее 50 тысяч динаров. Динар – золотая монета, применяемая в качестве денег. Охрану каравана несли около 40 человек во главе с Абу Суфьяном. Узнав о готовившемся нападении, Абу Суфьян ускорил движение каравана и, не останавливаясь, пошел в обход Бадра. Кроме того, он отправил в Мекку человека оповестить о планах мусульман. Курайшиты немедленно собрали войско и в количестве около тысячи вооруженных воинов покинули город. В пятничное утро последней недели месяца Рамазан, второго года хиджры, 624 год нашей эры, две стороны встречаются в Бадре. Сражение начинается с отдельных поединков и продолжается общим наступлением войск. По воле Аллаха, мусульмане наносят сокрушительное поражение многобожникам и одерживают победу. В этой битве гибнут 24 человека из числа старейших курайшитов во главе с ярым противником мусульман Абу Джахлем. День развлечения Битва при Бадре стала битвой между верой и неверием. По воле Аллаха, вера всегда преобладает над неверием, а истина отделяется от лжи. Враги ислама несут наказание в этом мире. Поэтому День Победы при Бадре, 17 число месяца Рамазан, был назван Яумульфуркан, День развлечения. Потеря сторон В битве погибли 6 мухаджиров и 8 ансаров, всего 14 мусульман. Они были похоронены в Бадре. Среди язычников потери убитыми составили 70 человек, еще 70 были захвачены в плен. Кроме этого, мусульманам достались трофеи в больших количествах, верблюды, лошади, оружие и доспехи. Возвращение в Медину После победы при Бадре посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отправил в Медину двух гонцов, чтобы они поскорее порадовали хорошей вестью и жителей. Узнав о победе, люди стали радостно ликовать, выйдя встречать войско мусульман. После этого сражения многие жители Медины приняли ислам. Однако Абдулла ибн Убай и некоторые другие его сторонники приняли новую религию, оставаясь при этом двуличными. Начиная с этого момента в Медине образовалась группа лицемеров. Что касается вопроса о пленных, то было принято решение освободить их за выкуп. Размер выкупа в каждом отдельном случае колебался от тысячи до четырех тысяч дирхемов. Пленным, которые не могли внести выкуп, но умели читать и писать, вменялось в обязательство обучения детей мусульман грамоте. Абдулла ибн Убай – предводитель рода Хазрадж. До принятия ислама готовился взять власть в Медине в свои руки. Однако этому не суждено было сбыться после появления пророка, милости ему и благословения Аллаха. Начиная с этого времени Убай становится предводителем лицемеров, скрыто выступающих против ислама. Лицемер – человек, показывающий себя внешне мусульманином, но внутренне скрывающий враждебные отношения и выступающий против религии. Дирхем – серебряная монета, применяемая в качестве денег. Субтитры создавал DimaTorzok